Я здесь был и летом, и зимой. Я помню, первый раз был зимой. Дом был построен в начале 19 века, или, по крайней мере, в третий XIX века. Потом Гальские приобрели по свадьбе с дочерью первого хозяина, Алексей Павлович Кудрявый, полковник русской армии. Потом Гальские приобрели в 1948-1949 году. И подъем усадьбы, подъем этого барского дома произошел именно во второй половине XIX века, в начале XX века. Великолепный дом в параллельянском стиле, с ротондой наверху. На самом деле деревянный дом, срубленный дом, с общивкой. Но все детали в классическом стиле. Колонны вот тосканские, дорические. Высокие окна, вот эти окна главного зала. Есть такое чувство динамичности в облике дома. Мы сейчас находимся на втором этаже этого замечательного барского дома. Гостиная парадная. Я сейчас смотрю на портреты. Дочек строителя этого дома, полковник Андрей Иванович Кудрявый. С левой стороны его дочка Александра. Она вышла замуж за Гальского. Дом был построен в первой и третьей XIX века. Они сюда приехали, Гальские, приехали в 1948-1949 году. И с тех пор начал расцвет усадьбы. Она называлась Горкой. Горка. Здесь маленькая горка. Вид на Шексну. Удивительное место. Все грамотно разработано. То есть планировка. Дает представление о жизни дворянства во второй половине XIX века. Что подтекает? Вот эта обширность этого пространства. Архитекты, насколько я понимаю, неизвестны. Строители неизвестны. Но стиль на наивысшем уровне. Планировка анфиладная. Ну, это как типично в XVIII веке, в начале XIX века. И мы легко переходим в другие комнаты. Но здесь особенно мне приятно. Есть такое чувство и уюта культуры. И впечатление семейной жизни. Аора этого времени, этой культуры сохраняется. Вот эти печи особенно впечатляют. Топили уже с той стороны. Но при любой погоде здесь тепло было. Сейчас выходим. Здесь прекрасный вид с балкона на Шексну. Небольшая площадка. Опять в формальном стиле. Здесь был садик. Такое удивительное чувство простора. Вот Шексна. В то время немножко другой уровень воды. Но все-таки впечатляет. Вот эта связь с матушкой, с Болгой. Отсюда вот там такие дали. Такие чувства русской родины. И все обраблено вот этим дорическим портиком. Шесколон. Опять типично для классицизма. Так что можно было вот при любой погоде можно было наслаждаться природой, чувством. Вот этой связи, имение именно с Россией. Сейчас мы находимся в чайной. Можно сказать, маленькая столовая. На самом деле чайная. Они собирались утром, пили чай. Вы видите самовар, вот чайный сервис. Другие, ну, шкафы и так далее. Именно для этого семейного ритуала. Теперь мы перейдем в угловую комнату. Это личная комната хозяйки. Особенно нравится мне. Вот столики, письменный стол. И для разных изделий. Мы видим здесь швейное дело, зашивка и так далее, и так далее. Я не специалист по этим делам, но уже ясно, что здесь хозяйка занималась этим делом. И в то же время наслаждалась видами через... за окнами. И опять вот такое чувство уюта, интимности, благородного пространства. Сейчас проходим будва. Здесь зеркало, которое был в этом доме до революции. Шкаф тоже оригинал. Так что здесь какие-то музейные объекты остались. Вот именно от семи гальдских. Так, сейчас идем в главную спальню. Находимся в спальне, в главной спальне хозяев. Мы видим небольшой зимний сад. Вот, что опять для чувства природы внутри этого очень тщательного, продуманного дома. Пространство здесь одно сливается в другое. И постоянно вот разные впечатления, что особенно радует. здесь, конечно, нам можно посидеть внутри дома, в теплоте. Так что здесь чувство свободы, пространства. Одно пространство сливается в другое. Но и чувство защищенности, что вот здесь все замкнуто именно для бытовой жизни хозяев. Я сейчас перехожу из бутуа в детскую комнату. Здесь промежуточное пространство. Здесь мы видим дверь на главную спальню, где мы только были. А вот здесь детская комната. Сейчас мы находимся в детской комнате. Это, естественно, не единственная комната для детей. но вот такое уютное пространство недалеко от главной спальни, от парадной спальни. Опять все продумано именно для комфорта, для уюта. Здесь дети, там родители. Вот все вместе. Чувство опять это чувство семейной жизни на очень высоком культурном уровне. Сейчас иду в кабинет хозяина. Вот это небольшой зал для приема работников и других и так далее. Ну, пацанам по делам. Здесь мы видим чучело, трофей, охоты. Сейчас иду именно в кабинет. Я сейчас стою в кабинете хозяина. Вот эта комната меня особенно интересует. За столом мы видим хозяина в мундире первой мировой войны. Суровое время, суровый мундир. Мой отец, да, мой отец служил в этой войне на Западном фронте в 18-м году. Он прошел всю эту страшную мясорубку на Западном фронте. Так что когда смотрю на эту фигуру, я вспоминаю о своем отце, о том, как он говорил о своей службе в это очень суровое время. Ну, в 18-м году уже здесь была советская власть. это другая страница в истории усадьбы. Гальские ушли, они покинули усадьбу, но все-таки сам дом этот благородный сохранился. В углу мы видим макет самолета, гальские были на военной службе и особенно интересовались авиацией. В то время только начинающая форма борьбы, но все-таки это было очень важно и нужно для военных действий. Ну, вот мой любимый зал парадный зал, самое большое пространство в доме. Здесь, конечно, танцевали, устраивали разные приемы. Вид на двор. И это, конечно, не случайно, в этом доме ничего случайного нет. Потому что подъезжали, подходили, особенно вечером вот эти огромные четыре окна. Все было освещено, чувство парадности, веселья, теплого приема. на стене портрет царя Александра, императора Александра II, царь-освободитель. На этой стене портрет императора Николая I. царь-освободитель. Опять в музейных экспонатах есть чувство истории, как этот дом связан именно с историей дворянства во время XIX века. Такое сложное время, время великих реформ, изменений в обществе. но все-таки дом стоял и сейчас нас напоминает о русской истории в это сложное время в XIX веке и еще в XX веке. Историческое место и в общих размерах здесь все сохранилось. Вот мы видим семейный альбом Гальских в течение многих лет они приезжали, собирались вот в этом доме, в этом музее. Они потомки рода Гальских, живут не только в России, но и за границей, даже в Соединенных Штатах. Но они собираются в этом великолепном музее и оставили нам фотографии. Вот как вы видите, род продолжается. И связь с русской историей продолжается в этом музее. Выхожу из этого дома, мы заканчиваем нашу небольшую экскурсию. Просто удивительно, что этот дом сохранился большим трудом многих людей. Даже с технической стороны здесь много сложностей. Все-таки большое деревянная постройка, большая деревянная постройка. Требуется много усилий, чтобы быть в хорошей сохранности, тем более здесь каждый год тысячи посетителей. Смотрю на двор, вижу амбар 19 века, прекрасный образец усадебной архитектуры, сам амбар с верандой. здесь были другие постройки. Что мы сейчас видим, это более поздние деревянные постройки. Но это напоминает, что здесь были амбары, сарай, каретник, все для этого живого усадебного места. Не случайно, что для своей новой книги о архитектурном наследии Череповедского района я выбрал одну из моих любимых фотографий, которую я сделал зимой 6 лет назад. Здесь в январе снега много, береза стоит и на фоне вот этого великолепного варшского дома в итальянском ренессансном стиле в сочетании культур с природой показывает достижение русской усадебной культуры. Редактор субтитров